Всем привет! 14 декабря 2022 года глава Министерства труда Российской Федерации рассказал, как будут приходить январские пенсии. Кому придут досрочно в конце декабря, кому все-таки придут в январе и какая будет индексация страховых пенсий. Глава Министерства труда Российской Федерации докладывал нашему президенту о социальном фонде, который начнет свою работу с 1 января 2023 года. Если кто-то не в курсе, то с 1 января Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединяют в одну общую организацию, которая будет называться Социальный фонд России. Грубо говоря, это тот же самый Пенсионный фонд России, только будет он называться теперь Социальный фонд России. Для тех, кто получает пенсию, пенсию переоформлять не нужно. Ее вам и продолжат дальше выдавать. Просто организация немного меняется, но все остается по-прежнему. И вот как заявил министр труда, даты доставки пенсий останутся прежними. То есть, если до этого вы получали пенсию всегда 5-го числа, или 10-го числа, или какого-то другого числа, несмотря на то, что Пенсионный фонд теперь станет Социальным фондом России, дата останется точно такая же. То есть, в следующем 2023 году вы пенсию продолжите получать ровно в такие же самые числа. Следующее, что сказал министр труда, это традиционно те пенсии, которые доставляются через банки в январские праздники, то есть, те пенсии, которые платят пенсионерам на банковскую карту, придут на счета граждан чуть раньше, в конце декабря. Ну, ориентировочно это, скорее всего, будет число 29-30, ну, плюс-минус где-то в этих числах. Причем, вот эти пенсии, если вы получаете страховую пенсию, не социальную, а страховую пенсию, то вот эти пенсии уже в конце декабря, январские, придут в уже увеличенном, в уже проиндексированном размере. Напомню, пока планируют с 1 января проиндексировать пенсию на 4,8%. Дальше посмотрят, какая у нас была инфляция. Если вдруг примут решение проиндексировать дополнительно, то уже наверняка с февраля месяца будет какая-то дополнительная индексация. Ну, я не знаю, может быть, еще плюс 1%. А может быть, дополнительной индексации и не будет. Все зависит от того, как в январе посчитают уровень инфляции. А вот для тех, кому пенсию приносят домой, ничего не поменяется. Пенсию приносят домой с 3 по 25 число каждого месяца. Начиная с 3 числа, все соответствующие структуры будут работать. И начиная с 3 числа, пенсии начнут приносить. Поэтому, кто получает пенсию на дом, тот получит в январе. Кто получает пенсию на карту, тот получит в конце декабря. То есть, на несколько дней раньше. Но независимо от того, получаете вы пенсию на дом, на руки, либо получаете вы пенсию на банковскую карту, январская пенсия, повторюсь, если она у вас страховая, а не социальная, то январская пенсия будет уже в новом, в увеличенном, в проиндексированном размере. Ну что же, на этом новость заканчивается. У меня на сегодня на этом все. У кого остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Кому понравилось видео, поддержите меня подпиской на мой канал. Я на этом с вами прощаюсь. Увидимся в новых видео и всем пока.